КОЛИ ТОБИ 35, А ТИ НА ЗАМИЖНЯ Как не помилитись, коли счастье усміхнулося. Какая тебе разница? Нравится мне твой избранник или нет? Перестань! Я сейчас полицию вызову! Вот сволочь! Ради бабла играть на чувствах человека. Какие еще ребята? Уголовники? КОЛИ ТОБИ 35-ти річна Марина Кругленко була незаміжня, працювала в бібліотеці і мала дивне захоплення. Саме через нього в неї постійно виникали конфлікти із сусідами. Балу, ты вернулся? А я думала, ты меня бросила, уже идем домой. А, наконец-то! Весь день твоя кошка в подъезде орала. Покоя нет. Развела кошачню, а нормальные люди должны страдать. Так что мне их не выпускать теперь? Не выпускай! Твои кошки пусть у тебя и квартира, и сидят. А лучше вывези за город или приюта дай. Все соседи жалуются. То критик, то вонь. Фу! Ну какая вонь? Ну что вы такое говорите? Такая! Вот я пойду, пожалуюсь в жертв. Они тебе быстро объяснят, что квартире такую устраивать нельзя. Кроме вас, мои кошки никому не мешают. Ой, селочка, вот скажи, тебе не кошки мешают? Конечно мешают. Орут тут днем и ночью. А ваши гулянки до 4 утра никому не мешают? Мне, например, не слышно. Я, между прочим, свою личную жизнь устраиваю. Правильно. Вот ты бы, Валиночка, занялась этим. А то со своими кошками до старости жить будешь. Да какой мужик согласится жить в этом зверинце? Пять кошек. Пять! Да еще и чокнутая хозяйка в придачу. Знаете что, вы о моей личной жизни не переживайте. Лучше о своей побеспокойтесь. Меня насмешили слова соседки, ведь с моей личной жизнью все было нормально. Я как раз познакомилась в интернеті с Лукашем. Он жил в Чехии, но готов был бросить все ради меня. Забувши про негаразди, Марина с нетерпінням очікувала виртуального побачення с Лукашем, який приготував для неї сюрприз. Алло. О, привет, красавица. Хорошо выглядишь? Привет. Спасибо. Приятно слышать. А, кстати, как день прошел? Как дела твои? Нормально. Правда, соседи немного настроение подпортили. Соседи? Ничего, я скоро приеду, я с этими соседями разберусь. Приедешь? Да. А, я не говорил, у меня же отпуск две недели. Я подумал, что пора бы нам было встретиться, познакомиться поближе, сходить погулять в театр, познакомиться с твоим отцом. Ну, если ты не против, конечно. Ну, конечно, я не против. Ты что? А когда ты прилетаешь? Я думаю, что несколько дней. Мне осталось завершить кое-какие дела, и я вылетаю. А, да, еще нужно номер в отеле забронировать. В отеле? Угу. А, слушай, ты можешь запросто остановиться у меня. Правда, у меня кошки, у тебя аллергия нет? Нет, нет, нет у меня аллергии на кошек. Я вообще животных люблю, а кошек очень сильно, в частности. Ну, вот и отлично. Тогда мы с кошками ждем тебя. Я с работы постараюсь пораньше отпроситься, чтобы встретить в аэропорту. Ну, тогда замечательно. Пока-пока. Хорошо. Я и боялась этой встречи, и очень ее ждала. Мне нравился Лукаш, мы хорошо понимали друг друга. И я надеялась, что он и есть моя судьба. Думки про нареченного иноземца бентежили, поэтому женщина никак не могла зосередиться на работе. Сбилась, придется заново начинать. Сбилась? На тебя это не похоже. Ты вообще целый день какая-то рассеянная. Ты где витаешь? Да я все приезжаю Лукашу думаю. Лукаш приезжает, и ты молчишь? Ну, давай, рассказывай. Ты сама его пригласила? Да нет, он позвонил, сказал, что приезжает, Да, я предложила остановиться у меня. О, так ты рассчитываешь на что-то? Даже не знаю. Он мне, конечно, нравится, но я не настолько хорошо его знаю, чтобы принимать какие-то серьезные решения. Смотри, он интересный. С работы. Живет в твоей любимой Чехии. Судьба подбрасывает тебе шанс, а ты носом воротишь. Так что мне теперь быть с ним только из-за меркантильных соображений? А хоть бы и так. Я вот так сделала и не жалею. Ну и что, что мы не расписаны, зато он меня полностью обеспечивает. А библиотека так хобби. Я ведь тоже не на одну зарплату живу. Мне папа помогает. Он у меня нумизматикой занимается и уже стал экспертом в этом деле. И как он на этом зарабатывает? Он оценивает монеты, помогает проводить сделки, занимается перепродажей редких экземпляров. Так ты у нас богатая наследница. Ну, и совсем так. И даже если я унаследую коллекцию, я все равно ее не распродам. Это ведь дело всей его жизни. Ой, извините. Алло. Да, пап, привет. Вечером заедешь? Ну, конечно, буду дома. Хорошо? До встречи. Марина ждала отец. Ей коротело узнать, почему он захотел терминово встретиться с ней. Чаю хочешь? Доча, устал. Лучше кофе. Доча, хочу тебя попросить о продолжении. Нужно спрятать в твоей квартире одну вещь. Ну, точнее, монету. Хорошо. Только что за шпионские страсти? Не помню, чтобы раньше такое было. Страсти, мордасти. Дело в том, что раньше я такую монету в руках не держал. Она стоит десятки тысяч долларов. Ничего себе. И что ты с ней собираешься делать? Продать. Я в этой сделке выступаю как посредник. Монета не моя, но мне пообещали за нее большой процент. Так а зачем ее прятать? И где? Такую ценность же не положишь в банку с крупой. Понимаешь, есть люди, которые хотят ее получить. Украсть, короче. Здесь ее никто никогда не будет искать. Здесь надежное место. Я когда здесь жил, я для таких дел тайник оборудовал. Пап, ну ты меня прям удивляешь. Хорошо, прячь свою монету. Если нужно. Марин, я очень тебя хочу попросить, чтобы ты более серьезнее отнеслась, чтобы никто никогда ни при каких обстоятельствах об этом не знал. Хорошо, только, как по мне, надежнее было бы ее спрятать в банковской ячейке. Не доверяю я этим банкам. Поняла. Тайник, так тайник. Я никогда не думала, что увлечение нумизматикой может быть таким опасным. Папа, конечно, рисковал, но в тот момент я даже не представляла, насколько опасной была ситуация. В ночи Марина никак не могла заснути. Вона прагнула спокою, а сталося иначе. Сколько можно людям завтра на работу? Я не собиралась устраивать скандал, просто хотела попросить соседа вести себя потише, но все обернулось не так, как я планировала. О, кого я вижу! Друзья, встречаем, дорогой гость. Тебе что, надоело с кошками общаться, так ты решила к нам повеселиться? Да, конечно, разбежалась. Можешь веселиться немножечко потише? У меня от твоей музыки штукатурка сыпется и стены дрожат. Какие мы нежные. Ребята только разгулялись. Как я им сейчас скажу, чтобы они расходились? А твоим ребятам утром на работу вставать не нужно? Мне лично в 7 утра подниматься. Тебе? Зачем? На такую работу, как у тебя, вообще ходить не надо. Библиотекаршим. Можно подумать, там кто-то читает. Представь себе, читают. Да ладно, хорэ заливать. Иди домой. Завтра на работе отоспишься. Все равно там делать нечего. Вот так, значит, да? Хорошо, только учти, если ты не угомонишься, я вызову полицию. Ну, ты, полиция. Не смеши меня. И вообще, иди домой. Все, чао. Мне почему-то было до слез обидно. Он говорил так, будто работать в библиотеке это что-то постыдное. Я была уверена, что он за свою жизнь десятка книг не прочел. Про свои нічні пригоды Марина розповіла приятельці, сподіваючись на пораду и пітринку. Пойди в подсобки найти в інтернеті. Едут ребята и объяснят ему, что он не прав. Какі ще, ребята? Уголовники? Ну, не то чтобы. Ничего себе у твоего мужа друзья. Какі они ему друзья? Просто я сейчас в любом бизнесе без этого никак. Ну что, согласна? Да нет, конечно. Это уж точно не мои методы. А полицию вызвати? Твой метод? Да. Вот именно так в следующий раз и сделаю. И не побоишся неприятностей? Нет. Сколько можно терпеть? Нужно учиться себя защищать. Я очень надеялась, что вызывать полицию мне не придется. Все-таки жаловаться и скандалить это не в моем характере. Але уже наступной ночи знову все повторилось. Женка была вимушена діяти радикально. Что, я удивляюсь? Вторую ночь подряд. Ну ладно, сам не просил сам. Алло, полиция? Приезжайте, пожалуйста, на Петропавловскую, 12, квартира 26. Пьяный дебош. Да, очень шумно. Спасибо. Ну, теперь посмотрим, как ты повеселишься. Я была очень горда собой, ведь первый раз в жизни мне удалось себя защитить. Через какое-то время шум утих, и я даже успела уснуть. Но выспаться в ту ночь мне так и не удалось. Открывай давай! Слышь, ты! Мышь серая! Открывай, говорю! Я не колобельную петь буду! Открывай! Ты чё там? А глохла, что ли? Библиотекарша! Слышь! Открывай по-хорошему! Я очень испугалась и сто раз успела пожалеть о том, что позвонила в полицию. Я же не знала, что у этого сумасшедшего на уме. Після нічних пригод Марина намагалася уникати зустрічі з сусідом. Але того дня це зробити не вдалося. Вы не представляете, что такое жить с такими соседями? Незаміжня 35-річна Марина Кругленко має дивне захоплення, через яке в неї постійно виникають конфлікти із сусідами. Але жінці байдуже. Її думки зайняті лише приїздом коханого іноземця, з яким вона сподівається пов'язати своє життя. Чи вдасться Марині протистояти сварливим сусідам? На что жалоба? На антисанитарію. Ви пустите нас в квартиру? Та, конечно, пущу. Тільки це неправда. У мене хоч і кошки живуть, але все чисто. Ну, зараз посмотрим. Пойдемте. Я понимала, кто написав на мене жалобу, але мене було нечего скрывати, тому я легко согласилась впустить работниц Джека в свою квартиру. в квартирі чисто хоч і коті живуть. Така і запаха нет от старости. 16 лет прожила. Я первое время так плакала, привыкла к ней. Ой, а вы не хотите котенка взять? У меня вот Марфа как раз должна родить, а я ищу котятам добрых хозяев. Ну, а что, я не против, только кошечку. Хорошо, давайте я ваш номер запишу, а как котята подрастут, я вас наберу, вы придете и сами выберете. Я представила лицо Севы, когда он узнал, что никаких претензий эти женщины ко мне не имеют. Единственное, чего я боялась, что Сева выдумает еще какую-нибудь гадость, чтобы мне отомстить. Марина готувалася до зустрічей с Лукашем, та выникли непередбачиванные обставины. Алло. Да, привет, Лукаш. Отлично, я уже выезжаю. Да, сейчас такси вызову. Да, да, да. Так, такси. Да, что там такое? Да, что ж тут такое? Да, что тут? Что с тобой? Давай уже скорей отсюда. Что это такое? Газ? Сева! Сева! Открывай, давай! Конечно! Кому же еще шумит такой рай? Ты чего орешь всех соседей, перебуди? Сева из квартиры газом воняет, надо что-то делать. Батюшки! Правда газ? Что ты стоишь? Звони! Да нельзя звонить, там же газа полно. Сейчас взлетим все. О господи, что же делать? Давайте вы в скорую идите звоните и в газовую, а я позвоню уже, пусть двери ломают. Я очень испугалась за Сева. Как бы я к нему не относилась, в тот момент я думала только о том, чтобы его спасти. На счастье, соседа вдалося врятувати, але він перебував у критичному стані. Чому сталася трагедія, не зрозуміло. Та вы службу газа вызывали? Да я, я. Значит так, трубы целые, газ мы вам перекрывать не будем. Так а что же тогда произошло? Мужчина поставил кофейник на плиту и, видимо, прилег и уснул. Вода закипела, затушила огонь, ну а газ выключить было некому. Растяпа! Мы за него чуть на воздух не взлетели. Спасибо вот Мариночке, это она запогаза унюхала. Ну вообще-то не я, а кошка. Она к соседу в дверь рвалась, я вышла ее забрать и услышала запах. Ну надо ж. Ваша кошка весь дом спасла. Так, мы сейчас повезем его в третью городскую больницу. Надо, чтобы кто-то из вас поехал с нами. Там документы заполнить, лекарства купить. Нет, я не могу. У меня давления нет. Принимайте решение быстрее, человек без сознания. Каждая минута на счету. В моем возрасте вообще нервничать нельзя. Вот Марина пусть едет. Она молодая, здоровая. Да нет, извините, я не могу. Вы пока будете принимать решение, никого, никуда везти уже будет не надо. Ой, ну хорошо, если нужно, я поеду. Поезжай, Мариночка, поезжай, мне потом все расскажешь. В тот момент я забыла все свои обиды. Единственное, что меня волновало, чтобы Сева остался жив. Хвилювание за соседа відсунуло на другий план особисте життя жинки. Проте ненадовго. Мышь серая. Ты что мне делаешь? Блин, как голова болит. Мы не у тебя, а мы в больнице. Ты забыл выключить кофейник, напустил полную квартиру газа и надышался им. Я? Да я вообще не вставал. Тольерка собиралась на работу, забыла выключить кофейник. Вот, сволочь, что-то не убила меня. Ладно, вижу тебя лучше, рада за тебя. Поправляйся, а мне пора. Лукаш, господи, совсем забыла. Алло, да, Лукаш. Извини, пожалуйста, тут такие проблемы, я тебе потом расскажу. Сейчас буду. Такси. Хорошо, едь тогда на Петропавловскую, 12, второй подъезд. Там и встретимся. Ты что, соседка? Жениха себе нашла? Не твое дело. Разбирайся со своей невестой. Да ладно, не злейся. Спасибо, что помогла. На здоровье. Поправляйся. Мне было так стыдно перед Лукашем. Конечно, я была уверена, что он все поймет, но я себе простить не могла. Человек проделал такой долгий путь, а я его даже не встретила. Марина хвалювалася перед первой встречей с майже незнакомым человеком. И даже не думала, как могут скластися их подальши стосунки. Здравствуй. Привет. Ты добрался раньше, чем я предполагала. Извини, еще раз, что не встретила. А, ничего страшного. Я так понимаю, у тебя что-то произошло? Да, но не совсем у меня, у соседа. Чуть не умер. И что? Как он теперь? Нормально, я как раз от него пришлось в больницу сопровождать. Ага. Ну, ну, ну что? Что? Пригласишь меня? Ой, извини, конечно, я просто нервничаю. Я тоже нервничаю. Ничего страшного, я уверен, это скоро пройдет. Мы же так давно знаем друг друга. Просто нужно привыкнуть, что я тебя вижу не на экране, а вживую. Точно. А я думаю, чего не хватает. Оказывается, окошко скайпа. Ну что, пойдем? Мне сразу понравился Лукаш. Он был такой спокойный, рассудительный. В общем, настоящий европеец. Именно такого человека я мечтала видеть рядом с собой. Проходи. Располагайся. А где у тебя ванная? Я очень хочется руки помыть. Там. Кто-то к нам пришел. Марина, ты почему ко мне не зашла? Что, должна была? Конечно. Я же переживаю, уже всю валерьянку в доме выпила. Скажи, как там Сева, жив? Да, конечно, жив. Пришел в себя. Доктор сказал, с ним все будет в порядке. Фух, прямо от сердца отлегло. Мало того, что чуть себя не угробил, так мог же нас всех на тот свет отправить. Ну, он тут ни при чем. Это его сожительница кофейник оставила и ушла на работу. Гадина, она мне сразу не понравилась, с первого взгляда. А я в людях хорошо разбираюсь. Да, это я уже поняла. Добрый день. Ой, Мариночка, у тебя что, гости? Родственник, наверное? Ну, какая вам разница? Так не родственник? На тебя это не похоже. Сафин, тогда я не собираюсь с вами обсуждать свою личную жизнь. Всего хорошего. До свидания. Мне было все равно, что там нафантазировала соседка, но рассказывать ей что-то конкретное я не собиралась. Очень вкусно. Спасибо. Так вкусно готовила только моя мама. Нет, правда-правда. А ты не устала? Ты столько всего приготовила. Я должен был настоять на походе в ресторан. Устала, но не от кухни. День выдался какой-то тяжелый, длинный. Правда, никуда идти не хочется. Я понимаю. Да, сегодня у тебя был тяжелый день. Это да. Мама, тебе достаточно, чтобы понимать, что хочу двигаться дальше в наших отношениях. Теперь. Слава за тобой. Синька, ты че? Не обращай внимания. Я, кстати, хотела тебя спросить давно. Ты откуда так хорошо знаешь язык? Говоришь без акцента. Это все мама. Она меня с детства учила своему родному языку. Еще вопросы будут? Нет. Я постелю тебе здесь на диване. Если ты не против, конечно. А что, есть варианты? Да. Ты можешь лечь в спальню, а я здесь. Хорошо, я понял. Я не буду тебя терапевать. Скажешь, когда будешь готова двигаться дальше. Меня даже немного напугал его напор. Но потом я подумала, что это вполне естественно. Он зрелый мужчина. Ему хочется серьезных отношений. А я пока была к этому не готова. Лукаш гостював у Марины уже несколько дней. Хочу ей было добре поруч и с этим человеком, но что-то заважало перейти до серьезных отношений. А мои родители, кстати, пригласили тебя летом в гости к себе. У них красивый домик, недалеко от Карловых бар. Правда? Угу. Я так мечтала побывать в Чехии. Здравствуй, Марина. Гуляете? Здравствуйте. Да, из театра возвращаемся. А, культурно отдыхали. А я вот из больницы деду. Севочку проведывала. Каждый день ему повесть вожу. Уже никаких сил нет. А как же Лера? Она его не навещает? Да она и на глаза ему боится показаться. Ведь чуть не угробила. Паразитка. Вот мне приходится помогать всей по-соседски. Софья Антонна, вы завтра не идите в больницу. Я сама Севу проведаю. Правда? Вот спасибо тебе. Я подумала, что это может быть неплохим поводом наладить отношения с соседями. Пусть вспоминают меня добрым словом, когда я уеду жить в Прагу. Какая же я тогда была наивная. Как и обещала, наступного дня Марина пішла проведать Севу. Привет. О, привет, соседка. Хочу тебя видеть. Да? С каких это пор? Ну, с каких. С тех самых, когда ты со своими горлазными кошками спасла мне жизнь. Хотя в твоих интересах этого не стоило делать. Это еще почему. ЧИМ СУСІД ШОКУЕ МАРИНУ Особисте життя 35-ричной бібліотекарки Марини Кругленко нарешті налагоджується. Але улюблені кішки чомусь занепокоєні. Та ще й зосередитися на особистому не дають проблеми сусіда Дебошира, якого жінка врятувала від неминучої смерті. Що задумав Маринин сусід? Які непрості випробування очікують жінку в особистому житті? Ненормально. Скоро обещали выписати. Ну так, хорошо. Я ж тебе поїсть принесла. Совсем забыла. Держи. Це вкусно. Софіна там мене таким не балує. У нього то гречка, то рис. Рада, що тебе нравится. Слухай, а давай, коли мене випишуть, я тебе приглашу в ресторан. Благодарна за моє спасення. Я не думаю, що стоїть. А-а-а. Софіна там вам не говорила. У тебе там кто-то появився. Живете вместе? Це просто мій приятель. Приїхав з далека, зупинувався у мене. Ми тільки присматриваемся друг к другу. Отлична новость. Значить, у інших кандидатів теж є шанс на твое серце. Згодом Марина зустрілася з батьком, аби поговорити про особисте. Але той був занадто чима стурбований. Я хочу попросить тебе, щоб ты пока у мене дома не вправлялась. Почему? Ти только не пугайся, але мені кажуть, що за моєм домом следят. Папа, не вдумуй. У тебе вже паранойя какая-то. Можуть быть. Але треба завжди перестраховуватися в цьому світі. Ну, для того, щоб обезопасити і тя, і себе. Хорошо. Значить, не буду пока к тебе приходить. Я, в общем-то, ось о чому с тобою хотіла поговорити. Подожди, подожди. Сколько стоит эта монета? Девятьсот пятьдесят. Дороговато. О чому ты говоришь? Нет. Я хочу познакомить тебя с одним человеком. С мужчиной. Неужели? Давно пора. А кто он такой? Как ты с ним познакомилась? Он із Чехії. Зовут Лукаш. Хороший человек. Добрый, інтелігентний. Не густо. Раз так нужно, знакомь. Только не веди его ко мне. Я сам к тебе приду в гости. Как скажеш. Тогда жду тебя завтра к шести. Сможеш? Постараюсь. Мне было как-то все равно, где произойдет знакомство. Главное, чтобы папе понравился Лукаш. Я очень надеялась, что они найдут общий язык. А доки Марина была отсутня, в ее квартире дещо происходило. Ой, простите, Мариночка дома? Добрый день. Нету, Мариночки. Она скоро будет. А у вас что-то срочное? То как сказать. Я тут затеяла блин и печь. Кинулась. А сахар в доме не крошка. Вот хотела Мариночки попросить. Я думаю, я смогу вам помочь. Проходите. Вам полный стакан? Да. Вот спасибо. Мы с Марино это часто друг друга поддерживали. Ну да, тварь! Молодой человек. Разве так можно? Не ваше дело. Я вспомнил. Сахара у нас нет. Закончился. До свидания. До свидания. Неприемный випадок із кишкою розсердил сусідку, и вона вирішила поскаржитися Марине. Наконец-то. А я тебя уже полтора часа караулю. Боюсь пропустить. А в чем дело? Вам опять помешали мои кошки? Да нет, боюсь. В этот раз они помешали кому-то другому. Софья, ну не говорите загадками, что случилось. Ладно, ладно. Ты же знаешь, что я не очень люблю твой зоопарк. Но то, как к животным относятся твой гость, это ужасно. Я поняла. Лукаш что-то сделал с кошками? А я о чем говорю? Они у тебя такие молодцы, весь дом спасли. А он их ногами пинает. Разве так можно? Прям извер какой-то. Вы не придумывайте. Лукаш очень любит животных. Он бы никогда так не сделал. Что-то непохожее. Я же тебе говорю, своими глазами видела, как он кошку бил ногой. Та ж вверх подлетела. Софья Антонна, вы бы очки носили. А в такую чушь я никогда не поверю. Всего хорошего. Я была уверена, что соседка соврала, чтобы рассорить нас с Лукашем. Поэтому я даже не стала говорить с ним на эту тему. Перед знакомством батька и Лукаша Марина дуже нервовала. Як выявилось, недарма. Чем же ты занимаешься, Лукаш? Я работаю в фармацевтической компании. Занимаюсь дистрибьюцией, продажей препаратов. Пап, может быть, еще кусочек пирога? Марина, спасибо, не надо. Мариночка, по секрету мне рассказала, что у вас очень интересные хобби, которые вы сделали своей профессией. Можно и так сказать. Пап, может быть, покажешь Лукашу свою коллекцию монет? Монет? Так вы нумизмат. Можно и так сказать. Как интересно. Мариночка, я думаю, что Лукашу это будет неинтересно. Обычно не профессионал об этом ничего не понимает. Нет, мне будет очень интересно. Можно посмотреть? Думаю, в следующий раз. Марин, я пойду. Пап, ты только пришел. Я договорился, мне пора на встречу. Я хочу успеть. До закрытия. До свидания. Молодой человек. До свидания. Очень рад был познакомиться. Я проведу. Алло, это я. Я видела, что папе сильно не понравился Лукаш. Но не могла понять, почему он был необходимым, интеллигентным, орудированным. Я надеялась, что все еще можно будет исправить. Незабаром усі переживания Марини з приводу провального знакомства відійшли на другий план. В общем, папа ушел. Лукаш? Да он в ванной сейчас. Не думала, что я ужин так быстро закончится. Конечно, расстроена. Не то слово. О, погоди. Папа звонит, я тебе перезвоню. Да, папа, скрыли квартиру. Ограбили? Конечно, я сейчас буду. Ой, ты так торопишься. Папину квартиру ограбили, мне нужно выделение полиции. Ого, и что? Взяли кто-то ценное? Он не сказал, мне нужно его поддержать. Я боялась, что отец не выдержит такого потрясения. Если бы что-то произошло с его коллекцией, он вряд ли бы смог это пережить. Грабители ничего не взяли, потому что вся техника осталась. А зато всю квартиру в вердном перевернули. Ты думаешь, они монету искали? А как твоя коллекция? На месте? На месте, не в квартире. Я как почувствовал. Только вчера перевез в другое место, спрятал. Зато этим сволочам ничего не досталось. Пап, я так за тебя переживаю. Тебе нельзя домой возвращаться. Давай ты у меня заночуешь, и мне так будет спокойнее. Не поеду к тебе. Не хочу вам мешать. Я уже договорился с Михаилом Михайловичем. Я у него заночую, а завтра поеду и поменяю в двери замки. Пап, может тебе Лукаш не понравился, и ты не хочешь с ним видеться? Ариночка, ты взрослая женщина. Какая тебе разница, нравится мне твой избранник или нет? Главное, чтобы он тебе нравился. Поняла? Слава Богу, все оказалось не так страшно. Но я боялась, что если преступники уже взялись за отца, так просто они не отступят. Поэтому я очень надеялась, что их быстро найдут. Женку надто турбувало неприязне ставлення батька до Лукаша. Тому на работе вона все розповіла приятельцей, сподіваючись почути слушну пораду. Марина, чего ты и так из-за этого переживаешь? Тебе отец сказал? Главное, чтобы тебе мужик нравился. Ну, что теперь? Или ты теперь Лукаша из-за этого бросишь? Да нет, конечно. Просто я теперь думаю, что он в нем увидел такого неприятного, чего я не вижу. Не мели ерунду. А будешь носом крутить, нормального мужика потеряешь. Да еще и с перспективой чешского гражданства. Кира, я даже не думала об этом. А зря. Об этом надо думать в первую очередь. Так что давай, хватит ходить кругом да около. Бери своего чеха в оборот. Может, Кира и была права, но я привыкла доверять отцу и его интуиции. Она никогда его не подводила, и он прекрасно разбирался в людях. А значит, к Лукашу стоило еще присмотреться. А в вечере Марину очікував несподіванный визит. Привет, спасительница. Это тебе и твоему зверинцу. Привет. Сами разберетесь, что кому. Спасибо, конечно, но не стоило. Ну а что же мне делать, если ты отказываешься идти со мной в ресторан? Надо придумать новые варианты. К примеру, напроситься к тебе на чай с тортом. Конечно. Может, зайдешь, чаю попьем? Отлично намеки. Понимаешь, значит, не все так потеряно. Не с бергамотом, пожалуйста, если есть. Конечно. Сева меня, конечно, удивил, но я была уверена, что он делает все это просто из благодарности. Поэтому с радостью пустила его в дом. Ну, а ты чем занимаешься? Вообще, я машины ремонтирую. Кто на что учился? Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что возиться в железяках и вечно вонять машины маслом мне всем нравится. От кого это воняет? Перестаньте, что вы как дети малые. Слушай, Лукаш, а мы с тобой раньше никогда не встречались? Нет. Я родился и вырос в Чехии. Уверен? А вот мне кажется, я тебя где-то видел. Точно. Ты из банды Фимы Косова. Мы с тобой лет десять назад на разборках виделись. Что за бред? Какой Фима Косой? Какие разборки? Хватит прикидываться. Я узнал тебя. Тебя менты тогда еще взяли. Ты не Лукаш, ты Леня. Кто-то из наших сказал, что тебя за ограбление забрали. Слышь, хлебана заболи. О, как неинтеллигентно. Еще и в присутствии дамы. Марин, ты слышала, как твой выражается? Лукаш, это правда? Мариночка, ты понимаешь, что он это нарочно, чтобы портить тебе нервы? Глянь, ты давно откинулся? Недавно? Да ты заткнишься, тварь! Перестань, я сейчас полицию вызову! Мариночка, не кипятись. Не надо болеть, мы с вами разберемся. Паспорт покажи свой. Марин, я тебе говорил, мой паспорт в посольстве. Ты мне что, не веришь? Вещи свои забирай и выметайся отсюда. Марина! Вон пошел! Мариночка! Вон, я сказала! Давай я тебе помогу. Не надо, сам справляйся. А то тебе еще доберется. Озел. Марин, ну перестань. И ты уходи. Не хочу никого видеть. Как я могла быть такой слепой? Пустить человека в дом и даже не проверить его документы? Страшно представить, что могло произойти, если бы Сева не вывел его на чистую воду. Довго журитись женщине не довелося. А сейчас встреча с покупателем, я заехал за монетой. Забирай, конечно. Ого! Сколько много сладостей. А разве это не вредно для фигуры? Или я не прав? Это Сева принес. Хотел сказать спасибо за спасение. И заодно разоблачил афериста. Не понял. Лукаш. Не зря он тебе сразу не понравился. Оказалось, что он уголовник. Из банды какого-то Косова. Фима, кажется. Фима, Фима, Фима. Я, кажется, знаю этого Фиму. Фима, 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 Фима. Я, кажется, знаю этого Фиму. Это Ефим Сердюков. Ты о нем что-то слышала? Это известнейший криминальный авторитет. Фима. Занимается антиквариатом, кражами, перепродажами. И я так понял, что его послали через тебя, чтобы ко мне подобраться. Папочка, такая дура. Он мне мозги своими сказками запудрил. А я поверила, еще и тебя с ним познакомила. Доча, я думаю, что если они все знают, где ты живешь, обязательно сюда придут снова. Я очень не хочу, чтобы ты из-за меня пострадала. Пап, ну не смеши. Он столько дней здесь прожил. Если бы хотел со мной что-то сделать, давно бы уже сделал. Лучше забери эту чертову монету. От нее одни неприятности. Я не хотела, чтобы папа винил себя в том, что произошло. Но в то же время я понимала, что пока он не завершит сделку, ни я, ни он не будем в безопасности. Как всегда, Марина поделилась своими негараздами с найкращою подругой Кирою. Такая история получилась. Да, ну ты подруга даешь. Как можно быть такой доверчивой? Слушай, а ты уже знаешь, что он от тебя хотел? Не знаю, но я догадалась. Точнее, отец. Он считает, что это к нему хотели поближе подобраться. А он ведь к себе чужих не подпускает. Поэтому этот уголовник решил действовать через дочку. Вот сволочь. Ради бабла играть на чувствах человека. Ни стыда, ни совести. Ничего. Надеюсь, в тюрьме его быстро перевоспитают. А ты заявление написала? Нет. Что я там напишу? А ведь его сама в квартиру привела. Да и по сути он ведь ничего не сделал. Хотя он мог быть наводчиком на квартиру отца. И папа это в полицию уже сказал. Но ты на полицию сильно не рассчитывай. У них и без тебя дел по горло. Они твоего Леньку и искать не будут. Я все-таки надеюсь, что они его найдут. Хорошо, хоть папа вовремя коллекцию из квартиры вывез. Неужели у тебя спрятал? Вот бы было смешно. Пока этот уголовник твоему отцу рвался, монеты прямо под носом у него лежали. Нет, он мне только одну принес. Какую-то там очень ценную. А все остальные даже не знаю, куда делали. Но он не говорит, я не спрашиваю. Да, она терпилась ты, конечно, Маринка. Прям детектив какой-то. Слушай, а пошли сегодня прогуляемся где-нибудь. Тебе надо расслабиться и забыть этот кошмар, как страшный сон. Не знаю. Ну, может, ты и права. Отлично. Сразу после работы и пойдем. Мне хотелось забыть обо всех неприятностях, поэтому я легко согласилась на предложение Киры. Пока Марина намагалася утянутись после истории с аферистом Лукашем, жизнь завдало ей нового удару. Сева. Сева. Там кто-то есть. А Марина еще домой не шла. А вы откуда знаете? Так я в окнах сидела. Я всегда вижу, когда она идет. Севочка, проверь. Вдруг там грабительный. Попался, гнида. Софья Натальевна, вы были правы. Вызывайте полицию. Бедолашний никак не вдавалось расслабиться. Не грусти, подруга. Найдешь ты еще свое счастье. А пока наслаждайся свободой. Ну вот понаслаждаюсь еще немного и поеду домой. А там душ и спать. Как домой? Только начинается. А дома что? Четыре стены и кошки. Ладно. Уговорила. Сейчас немного погуляем. Ой. Телефон звонит. Алло. Да. Как? Конечно, сейчас буду. Что случилось? Из полиции звонили. Представляешь, ко мне в квартиру воры залезли. Мне бежать надо. Пока. Пока. Я тогда даже не подозревала, чем закончится эта история. Но то, что я узнала, стало для меня настоящим шоком. У полиции Марина отримала неочекованную поддержку своего сусида. Заходи, заходи. Присаживайся. А нехило тебя кошки отделали? Так, гражданка Круглинка, вам знаком этот мужчина? Это аферист, который обманом попал в мой дом. А когда его разоблачили, попытался совершить кражу. Я даже догадываюсь, что он искал. Вы догадываетесь, а мы точно знаем. Мы тут побеседовали с ним. Короче, преступник действовал по наводке. Как? И кто его на меня? Вам знакомо имя Кира Хвостова? Кира? Да не может быть. Только не она. Вы что-то путаете. У нас точная информация. Она сожительствует с Ефимом Сенцовым. В банде которого, собственно, и состоит ваш грабитель. Кира? Не могу поверить. Ваша подруга передавала своему любовнику всю информацию о вас и о вашем отце. И Леонид Гладков подтвердил это. Главное, что все выяснилось, и тебе больше ничего не угрожает. Кстати, я на вашем месте, гражданка Круглинка, сказал спасибо соседям. Ведь это они задержали преступников и вызвали полицию. Спасибо. Кошкам нужно сказать спасибо. Это они его выгнали из квартиры. Он так убегал, что забыл про всю конспирацию. Тут мы его с Софьей Натановной взяли. Конечно, мои кошки молодцы. Но в них я даже не сомневалась. А вот Сева меня приятно удивил. Это происшествие заставило меня посмотреть на соседа совсем другими глазами. Марині важко было смириться с тем, что ее так жорстоко обдурили. Но доля уже готовила. Ей сюрприз. Какой бардак он тут устроил. Спасибо, что согласился помочь. Я когда все это увидела, у меня просто руки опустились. Марин, я должен перед тобой извиниться. Это я виноват в том, что все же здесь с тобой произошло. Так, перестань. Я на тебя не злюсь. А я на себя злюсь. Эти сволочи могли с тобой сделать все, что угодно. Кто бы со мной что сделал с такой охраной? Это точно. Я бы никогда не поверил бы, если бы мне кто-то эту историю рассказал бы. Это они тебя отблагодарили за то, что ты их приютила. А я никого не жду. Я открою. Мало ли кто там может быть. Так, вам нужно поговорить. Не буду мешать. Удачи. Счастливо. Пока, Мариночка. Привет. Привет. Это тебе. Спасибо. С меня еще приглашение в ресторан. Ты помнишь? Это ты меня на свидание приглашаешь? Ну, конечно. Правда, если у тебя больше нет заграничных женихов. Нет, женихов нет, а кошки, как видишь, остались. Или они тебя уже не раздражают. С ними, я так понимаю, лучше дружить. Они твой дом охраняют лучше бойцовской собаки. Ну, так что? Ты со мной пойдешь на свидание? Ну, конечно, пойду. Все разрешилось самым наилучшим образом. Сейчас мы с Севой, жених и невеста. Через месяц наша свадьба. Он смирился с тем, что все мои кошки будут жить вместе с нами. Но думаю, что места хватит на всех, так как мы сделали ремонт и объединили квартиры.